Если вы нашли это видео, значит ведете активный образ жизни. Вы хотите жить дольше и лучше, поэтому занимайтесь спортом, который многие считают синонимом здоровья. Но вы знаете, я позволю себе с вами не согласиться. По той простой причине. Большинство людей не могут при обычном образе жизни обеспечить себе правильное питание. Потому что чем вы отличаетесь от машины, да практически ничем. Хотите лучше ездить, нужно заливать лучше топливо, лучше масло, выбирать получше дороги. Тогда реально машина будет ездить дольше и быстрее. Если нет, у вас появляется конкуренция. Большинство хотят через спорт поднять иммунитет. Но вы знаете, с крючей зрения нормальной физиологии, мышечная ткань и иммунная система, это депо белка. То есть, если вы обеспечили себе правильное белковое питание, сбалансированное, у вас появляется ситуация, когда вы можете набрать и мышечную ткань, и обеспечить иммунную систему. Если белковое питание у вас неправильно, несбалансированное, то чем активнее вы занимаетесь спортом, тем активнее вы подавляете свой иммунитет. Потому что конкурент работает, мышца работает, а иммунная система ей не на чем работает. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, чем отличается питание мужчины и питание спортсмена. Также вы узнаете, почему так сложно обеспечить правильное питание спортсмену и мужчине. А также вы узнаете основные принципы правильного питания, как продлить жизнь спортсмену и жизнь мужчине. Итак, все по порядку. Ну, не важно какой спорт. Спорт большой или спорт любительский. Это, как вы уже поняли, все-таки более интенсивный труд. То есть, и более интенсивные затраты энергии, пластических материалов различных, белков, жиров, углеводов, витаминов, макроэлементов, правильное употребление воды. Но, чем отличается спорт, все-таки это небольшой, относительно небольшой период вашей жизни. И не зависит от пола. Спортом занимаются, как понимаете, и мужчины, и женщины. Что такое правильное питание для мужчины? Ну, тут немножко сложнее, потому что не на короткий промежуток времени, а на всю жизнь мужчине нужно обеспечить правильное питание. Потому что мужчины, как правило, более активны, и у них потребность выше. И теперь вы понимаете, почему мужчины живут в среднем меньше? Кто им обеспечил вот это самое правильное питание? От них требуют. Нужно работать больше, бери тяжелее, бросай дальше, работай от зари до зари, лучше 25 часов в сутки. И вы прекрасно понимаете, почему мужчины попадают в эту не самую хорошую ситуацию. Почему сложно обеспечить правильное питание спортсмену? Вы знаете, там точно такая же мотивация. Что делает тренер? Что говорит тренер спортсмену? Надо от забора и до обеда. Что отвечает спортсмен? Ну, как Комсомол отвечал, раньше есть. Спортсмен вынужден делать то же самое. Он доверяется своему тренеру. Потому что тренер воспитал кого-то, показывает свои результаты в своих спортсменах. И эти мотивируют других людей для того, чтобы достигнуть чего-то в спорте. Но тренер фактически что может сделать? Он отбирает себе спортсменов по определенным индивидуальным данным. Конечно, если у вас хороший IQ, то вам скорее не бегать по стадиону, а садиться за шахматную доску, поиграть в шашки, другие интеллектуальные виды спорта. Там, где должна работать прежде всего голова. Если у вас длинные ноги, то вам, конечно, за шахматной доской будет немножко некомфортно. Вам скорее беговые виды спорта. Если длинные руки, ну, гандбол, может быть, там, волейбол. Понимаете, эти индивидуальные особенности тренер знает, как отобрать. А вот как он относится по питанию? Он отбирал вас по системе питания? Он оценил ваши способности вашего организма переваривать разные виды пищи? Вы знаете, что, в принципе, одни люди, ну, хорошо переваривают жирную пищу, да. Ну, и они чемпионы по набору веса, по ожирению. Другие любят больше белковую пищу. Да, и они чемпионы, там, по облысению, по почтой недостаточности. В принципе, если не знают, как этот ядовитый продукт питания правильно кушать. Другие едят улеводистую пищу. Чаще это женщины. Ну, таким образом, они успокаивают активность своего мозга, приводят его в какое-то более гармоничное состояние. Ну, в южных странах там больше едят растительную пищу. И считают, что так должны питаться, в принципе, все, включая чукчи, которые бедные замерзнут, могут на такой диете. Но! Разные продукты питания имеют разное время переваривания, кроме состава. И если вы случайно угадываете своим рационом питания под тот тренировочный режим, который у вас есть, у спортсмена есть шанс жить, продлить свою жизнь в спорте. Ну, если то же самое делает мужчина, у него есть тоже шанс стать долгожителем. Если вы не знаете, как обеспечить поставку к месту работы всех полезных веществ на работу, а потом обеспечить еще полноценное восстановление, то жизнь спортсмена в спорте тоже быстро заканчивается. Он доходит до каких-то разрядов, а дальше по здоровью, по отсутствию роста спортивных результатов, его списывают. Говорят, ну, знаешь, как-то, видимо, не угадали. Ты такие надежды подавал раньше. И на чем сгорел? На неправильном питании? Вы знаете, по большому счету, это неправильный подход. Это больше такой, знаете, средневековый подход, я бы сказал, к тренировке. По большому счету, что должно быть? Да, ваш тренер должен составить план тренировок. После этого он должен дать его вашему диетологу, который должен просмотреть этот план тренировок и обеспечить его полноценным питанием. Если диетолог может это сделать, ваши результаты в спорте будут расти. Ну, или жизнь мужчины будет продолжаться без болезней. Если у вас это не получилось, если диетолог не может обеспечить правильным питанием тренировочный процесс, то вы должны либо менять диетолога, либо все-таки тренер должен внести в него свои коррективы. Вы знаете, мне это напоминает один старый анекдот. Когда стоит оператор, идет батальная сцена, он ставит камеру, смотрит свет, как стоит. Говорит, нет, ребята, вот эти корабли нужно поменять местами. Это туда-туда-туда. В общем, корабли переместились, заняли новые позиции, оператор смотрит, нет, не устраивает свет, как-то там плохо выглядит. Теперь, ребята, вот так, еще несколько часов на перестановку кораблей, опять смотрит, нет, ребята, ладно. День подходит к концу, лучше я камеру сдвину на полметра в сторону. Вы знаете, вот спортсмен, это такие беспорядочно перемещающиеся корабли. Они знают, что им делать. Им просто управляют неправильно. Если ваш тренировочный процесс или ваша жизнь обеспечена правильным питанием, то все прекрасно. Если нет, вам нужно либо диетолога менять, либо тренера, либо мотивацию менять по жизни. Потому что, если питание не полноценно, вы работаете, ну вот те самые способности, задатки, которые природные вы получили, вы их очень быстро растеряете. Вы не сможете их реализовать в медали, в кубки какие-то, в награды, или в жизнь без болезней. Тут у каждого свой выбор. Поэтому, как продлить жизнь мужчине или спортсмену в спорте? Тут все просто. Нужно обеспечить правильное питание в соответствии с теми нагрузками, которые предполагаются, с тем образом жизни, с тем уровнем физической активности, а также подкорректироваться в соответствии с полом, возрастом, сезоном года, погодными условиями, тем набором заболеваний, которые изнарируются часто. И одновременно обеспечить хоть минимум очищение крови вашего организма в режиме реального времени. Если у вас это получается, результаты растут, и вы получаете тот результат, который вы хотели, ну или вы не теряете по образу жизни, по функциональным возможностям свои возможности, то есть вы не стареете. Если у вас что-то не получается, понятно, в спорте нагрузка на суставы, развивается артрит, артроз, остеохондроз позвоночника, почная недостаточность. Ну, по дороге, вы знаете, очень легко все это определить, волосы, они живут меньше, чем человек, раз в 10-15, как минимум, по сегодняшним меркам. Если у вас пошло облысение, задумайтесь, что волосы в вашем организме показывают, не получают они полноценную кровь, нет у них полноценного питания, нет полноценного очищения вашей крови. Поэтому и волосы живут не 5-8 лет, а годы, а может быть месяцы, в соответствии у вас либо пушок появляется на голове только дорос волос до состояния пушка и выпал. Вы не думайте, что пушок это вечно. Там точно такой же обмен идет волос. Только одно дело, когда это до уровня пушка дорос волос и выпал просто, потому что он не может дальше расти, нет у него времени, он погиб уже, в это время он состарился. Либо он вырос в хорошую, приличную шевелюру. Тут уже зависит от того, как вы понимаете вот эту ситуацию. То есть правильное питание, правильное очищение, ну и тот образ жизни, который вы ведете. Поэтому если вам хочется больше иметь информации на эту тему, не вопрос, контакты вы видите, потому что по большому счету очень сложно учесть все забаганки, знаете так, все желания тренера, вот он сказал от забора и до обеда, вынь да подошь. Потому что тут или мотивацию в окружающей среде, которую поставили перед мужчиной, надо достичь цели, нужно первым добежать. Вы знаете, если мы возьмем 100 мужчин разного уровня здоровья и дадим им одну единственную задачу, запредельную нагрузку, этот день станет для них последним в жизни. Не выдержат они, потому что запредельная нагрузка, она потому и есть запредельная, что невозможно выполнить, это недостижимая цель. но если мы обеспечим правильным питанием, возможности расширяются, продолжительность жизни увеличивается, и неважно, это будет в спорте или в принципе в обществе. Поэтому, если вам нужно больше информации о правильном питании, не вопрос, контакты вы видите, обращайтесь, я подскажу вам, как создать правильный рацион питания под тот образ жизни, который вы ведете, и тогда ваш образ жизни будет достаточно активен, а уровень здоровья достаточно высок. И моя рекомендация крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения будет иметь практическое применение и реализацию в увеличении продолжительности вашей жизни и улучшении качества жизни. Что хочет в принципе по идее большинство, потому что это в принципе общечеловеческая потребность. А какие результаты вы при этом получите, зависит от того, как вы будете выполнять правильные рекомендации, которые нужны для сохранения высокого уровня здоровья вашего. Вернее, не вашего. Это не ваш уровень здоровья. Это подарок от ваших родителей, которые дали вам определенный уровень здоровья. Ну, а уже от вас зависит, как вы это здоровье трансформируете в какие-то свои достижения в спорте, в жизни, в обществе, неважно. И сколько вы на этом здоровье проживете? Хотите жить дольше и лучше? Пишите, звоните. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...